ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем-то, как и весь ушедший год для большинства из нас. Но, тем не менее, он состоялся. Расскажи о самых, может быть, ярких выездах, которые были в ушедшем сезоне. Ну, я, в общем-то, представляю одновременно и оригинальный уровень поискового движения в Московской области. Одновременно на нашем уровне городского округа тоже ряд поисковых организаций активно действовали. Наверное, имеет смысл рассказать именно о нашем уровне Одинцовского городского округа. У нас поисковых отрядов достаточно значительное количество. Одинцова, Китиш, Власиха, Илья Муромец, Краснознамецк, Азимут, Красное Знамя, там еще есть поисковый отряд. На Кубинке у нас КВИК, Кубинский военный старший клуб, Вечный огонь. То есть целый значительный коллектив. Также у нас активно включились в работу именно в позапрошлом сезоне поисковый отряд «Вымпел». Это офицеры из Власихи тоже. Большие молодцы. И полевая работа, и архивная на очень высоком уровне. И мы все на контакте работаем. Мы стараемся совместные мероприятия проводить. А конкуренции никакой нет между отрядами? Ну, вряд ли это конкуренция. Просто у каждого своя специфика исследований. Кто-то больше в архивную, кто-то больше по своей местности, по Кубинке, в окрестностях Власихи и так далее, под Звенигородом. Вряд ли это можно назвать конкуренцией. Это как бы, я бы назвал это здоровое взаимодействие. Поэтому пандемия безусловно ощутимо повлияла на вот эту работу. Конечно, в условиях ограничения никаких выездов не производилось. Все сидели по домам. И как раз пандемия позволила увидеть новые форматы работы для поисковиков. Всегда было востребовано, что поисковикам, как специалистам по архивному поиску, обращаются люди. С просьбой уточнить судьбу военнослужащего, родного солдата в семье, которым что-то там не до конца было известно. И вот проект «Судьба солдат» он как раз направлен на вот эту историю. Что там онлайн, через интернет, по телефону обращаются люди. И наши специалисты по базам данных Министерства обороны открытым ищут, устанавливают вот эти нюансы. Нюансов бывает очень много. И рядовой человек, он просто не понимает все эти особенности военного учета того времени. Какие документы, где поглядеть, в каких там фондах, разделах и так далее. А человек, который занимается этим повседневно, он достиг в этом уже определенных высот. И за прошлый год в региональный центр поисковый поступило 680 заявок со всей страны. Со всей страны, не только с Московской области, не только с Одинцовского городского округа. И из них 380 успели обработать. 380 полноценных ответов людям о судьбе их родных солдат. Это очень большой труд. И я отмечу, что это труд добровольческий. То есть наши специалисты, поисковики, они в свободное время, отрывая это время от личных каких-то дел, от семейных вопросов, они помогают другим людям. Это прямая волонтерская деятельность в условиях пандемии. Кто-то бабушка в магазин ходит, а кто-то... Кто-то помогает людям искать рост. Несмотря на то, мы говорили о том, что во время пандемии пошел резкий рост этих числа запросов. Потому что был карантин, у людей было время заинтересоваться, подумать, обдумать. Вот сейчас намечается спад или тенденция сохраняется? Люди интересуются и ищут. Спад, он уже отметился к концу прошлого сезона. Но, однако, мы всегда знаем, что к 9 мая очень резко повышается вот этот интерес. Люди вспоминают, открывают семейные альбомы, начинают доставать фронтовые письма, прочитывать, что-то вспоминать. Там поговорили с бабушкой, выяснили какую-то новую информацию, надо узнать и обращаться. Да, мы ожидаем этот рост. И проект, он продолжается. Проект, он бессрочный. И любой желающий может найти в интернете карточку запроса «Судьба солдата онлайн». Забиваете в поисковую строку, заходите, заполняете. И там спустя какое-то время к вам придет ответ. Или можно напрямую обратиться и через Zoom в онлайн-формате получить консультацию, пообщаться со специалистом. И, наверное, лучше это сделать сейчас, пока у поисковиков есть время. Потому что потом и сезон приближается, и вот, как мы говорили, число заявок вырастет. Конечно, отмечу также важный момент, что заявки, которые проходят через вот эту онлайн-форму электронную, они потом попадают в единую базу данных поисковой организации. И если результат был розыска, уточнить, судьбы был неполноценный, то есть мы не выяснили, не выявили, действительно, чем там дело закончилось, то этот вопрос повисает в базе данных. И когда поисковики где-то в стране находят солдата, потом смотрят по этой базе данных, ага, а этого солдата вообще искали. То есть вот этот вопрос упрощается. В этой же связи для упрощения поиска рекомендуется всем людям в своей семье, если есть вот солдаты, воевавшие, тем более без вести пропавшие, обязательно размещать их на сайтах, там, Дорога памяти, значит, там, депозитарии вот этих фотографий, там, писем, Бессмертный полк, там, если кто не знает, у нас на самом деле два движения Бессмертный полк. Они по-разному называются, как бы, и у каждого есть там свои базы данных и сайты. Вот везде размещать данные. И потом поисковики просто ищут по этим базам данных, и очень быстро удается найти родственников, если нашли солдата. Антон, если возвращаться к выездам, вот много ли их было в ушедшем году? Относительно немного. Ну, из-за пандемии, опять же. Да, но, опять-таки, Одинцовским поисковикам удалось поучаствовать в крупном мероприятии. Это первая такая в истории была региональная учебная вахта памяти. Она проходила в Можайском районе, в деревне Хвощевка. Туда собрались молодежные поисковые отряды представителей делегаций со всей Московской области. Как только стало возможным эти ограничения отменить, состоялось это мероприятие. Что такое учебная вахта памяти? В классическом понимании вахта памяти – это крупная экспедиция, куда соезжается большое количество отрядов. Они выполняют какие-то действия совместно, то есть большую по объему работы поисковой. А здесь специфика была именно учебная. То есть, вот это молодое пополнение молодых участников поисковых отрядов, у них была очень интересная, насыщенная учебная программа. Прямо вот в армейских палатках до обеда у них читались лекции, соответственно, после обеда они тоже занимались исследованием на местности, поисковой работой, ходили в походы, участвовали в квестах. То есть, насыщенная образовательная программа. Взрослые поисковики, серьезные, мощные поисковые отряды также принимали участие в этой работе. Они со всеми жили в этом лагере, но у них не было, естественно, учебной программы. Они просто занимались поисковой работой на местности. И, собственно, планируется со стороны Главного управления социальных коммуникаций Московской области такое мероприятие сделать традиционным. Оно себя показало очень с хорошей стороны. И на этот сезон есть планы провести такую оригинальную учебную вахту памяти в Одинцовском городском округе. У нас есть достойное место, где можно поставить большой лагерь полевой коммуникации. Это район деревень Бушарина-Троицкая. Там поля, пушки, красивый лес. И непосредственно там большое количество событий и точек поисковых, которые необходимо исследовать. Большая площадь. Для этого нужно большое количество людей. Дело в том, что именно в той местности был прорыв. Один из последних немецких. И потом по этим лесам, по этим лесным массивам, в общем-то, эти остатки военных формирований немецких, их там больше недели советские войска гоняли. И такое движение войск, оно не сопровождалось рычем окопов, строительством землянок. А бои были. И, собственно, найти вот эти боевые участки, и, возможно, выявить там неучтенные воинские захоронения. Вот такая глобальная задача. И площадь очень большая, значительная. Мало того, мы нашли там облако рассеивания фрагментов самолета. То есть, там был сбит самолет, очевидно, он куда-то там падал, взорвался. Вот, место падения еще не найдено. Но найдены уже фрагменты, которые от него отвалились в небе при взрыве. Облако падения, вот этот хвост, он достаточно большой, может быть. И тоже это задача для большого количества людей, прочесывать местность, выявлять, выявлять средоточение этих, и найти место падения самолета. Вот. Ну и образовательные программы, конечно. Наши специалисты, одинцовские поисковики, это специалисты высокого уровня по разным направлениям поисковой деятельности. Там и архивной, и полевой, и антропологической, и по военной археологии. Вот. Поэтому мы традиционно на таких мероприятиях и многих других региональных семинарах читаем образовательные лекции. Тоже в том числе наряду с другими специалистами. Поэтому вот такая история планируется. Я надеюсь, что это состоится действительно у нас. Мы готовы принять региональные мероприятия. Мы тоже очень надеемся, потому что хотим освещать это мероприятие. Очень красивые места, да. Там очень красивая природа. И там есть и памятники археологии, которые можно в плане экскурсии посетить. И природные достопримечательности, и исторические. То есть такая комплексная экспедиция образовательная и с вполне конкретными поисковыми задачами. А еще какие выезды можешь вспомнить в ушедшем году? Самые яркие? Самые, может быть, результативные? Выездов, в общем-то, было немного. В разведке проводили как раз вот эта история с Бушарином на Троицкему, как идея для того, чтобы там разместить большой вахт памяти. Она возникла на фоне разведок, которые туда осуществлялись. Ну а в плане такой конкретной поисковой работы мы совместно с другими поисковыми отрядами, вот Китиш, Азимут из Карснознаменска, это сейчас такая основная ударная единица, там много молодежи, в Импел активно подключался. Мы работали в лесном массиве в районе деревни Бутынь. В общем-то, там располагалось старое госпитальное кладбище, которое почему-то числится перенесенным, и фамилии выбиты там на окрестных памятниках, частично тех людей, которые числились там захороненными. Однако при исследованиях выяснился заброшенный памятник, при проверочных раскопках вокруг выявили воинские захоронения. И в прошлом году там были найдены изгумерные останки 9 человек, и было законсервировано несколько раскопов, содержащих человеческие останки. Не успели за сезон, потому что уже сложно было работать, глубокая осень наступила. В этом году там планируется продолжить эти работы, выявить все эти неучтенные воинские захоронения. Они по лесу рассеяны и не имеют никаких опознавательных знаков и внешних признаков. Мало того, там низина, глинистая почва, и состояние останков такое, что поисковый щуп не чувствует, что там. То есть, есть определенные аномалии, и приходится очень много земли раскапывать для проверки, что же там такое находится. И вот выявили, есть и вполне конкретных планах на этот сезон там продолжить. Вот поисковики из Азимы, как с названием, там недалеко, они прям очень серьезно настроены. И планируется перенос этих останков из этого удаленного и такого малоприятного места, в общем-то, туда, где фамилии-то уже выбиты. Где они должны быть. Да, да. То есть, планируется перезахоронение. Администрация городского урока Краснознавецка, они уже в курсе, уже готовы принять. То есть, согласования получены. В план Министерства обороны на этот год все эти задачи, они вынесены. Вот как только снег сойдет, то поисковики готовы будут выехать на местность. Что еще в планах на этот сезон? Вот кроме Бушарина-Троицкого, Бутыни. У нас тоже с прошлого года висит вопрос, обратились активные местные жители из деревни Полушкино. В общем-то, там они такими военными исследованиями занимаются. Очень они вас ждут, хочу сказать. Они провели опрос бабушек под роспись, записали свидетельство, что вот у нас на кладбище здесь была солдатская могилка. Сообщают нам, а мы смотрим, ни по каким реестрам ничего там не числится. В общем-то, памятничек-то они там поставили. И вот задача стоит как раз в проверке, действительно, есть ли там воинское захоронение или его нет. Потому что мы из своей практики, 24-летней, понимаем, что там очень часто захоронения были перенесены, а потом кто-то вспоминал, что оно там было, и там заново вот эта история вся начиналась. Были случаи, когда стоял памятник, там считалось бородской могилой, а там вообще даже ямы никогда не было. А бывало так, что как бы, наоборот, снесен памятник, а захоронение оставалось на месте. Поэтому здесь только полевое исследование. То есть копается шурф, ямка небольшая, и визуальным осмотром наблюдаем, да, значит, человеческие останки. Да, там в большом количестве, да, на них там пуговки от армейского снаряжения, остатки ремней, там, сапог и так далее. То есть идентифицируется как воинское. Дальше администрация принимает решение, что с этим делать. Либо на месте благоустраивать, что не очень желательно, потому что все это стиснуто уже там гражданскими захоронениями. Либо эксгумировать именно останки солдат, выносить на окраину кладбища, делать достойный памятник, там, в достойной территории. Это решение принимает ответственность администрации поисковики. Какому же мы сразу ремарочку сделаем, потому что много диванных критиков. Все это делается официально, с официальными разрешениями. Ни о каком черном копательстве, тодругательством над могилами умерших речи не идет ни в коем случае. Разумеется. Значит, картиковать можно все, что угодно. Вот, тем не менее, существует законодательство Российской Федерации, которое определяет порядок действий в таких случаях. Мы этому четко следуем. Мы являемся полномоченными организацией. И наша деятельность, каждый ее этап, он внесен и утвержден в плане Министерства обороны Российской Федерации на этот сезон. То есть, мы опираемся на план Министерства обороны, согласовываем в письменном виде свои действия с местной администрацией. Мы выслушиваем и принимаем сведения какие-то ограничения, которые могут быть связаны наличием территории в частном владении, или прохождением каких-то коммуникаций, или какая-то охранная зона, лес, может быть, ООПТ, заповедник и так далее. То есть, если все в порядке, приступаем к расковку. Мы действуем строго официально. И как раз наоборот, хочу попросить всех активных местных жителей свою активную гражданскую позицию доводить до конца. Если вы видите на местности людей в камуфляже с металлоискателями, с лопатами, а тем паче, если они без опознавательных знаков, если у них не написано на шевроне поисковое движение Россий, или какой-то поисковый отряд, интересоваться, кто они такие, где у них документы на руках. И вызывать наряд полиции, для того, чтобы препятствовать как раз незаконным раскопкам. Слава богу, у нас сейчас уже в Одинцовском городском округе человеческие черепа на елках не развешивают. Но я наблюдал на своей практике, что разрытые немецкие могилы такими черными копателями, и углумление такое. Неважно, враг это не враг, это мертвый враг. Поэтому, так сказать, во избежание, для того, чтобы соблюдать порядок, давайте соблюдать порядок все вместе, гражданскую позицию проявлять. Антон, до полевого сезона времени еще достаточно, и я так понимаю, что вы не скучаете. Вы недавно запустили серию подкастов. Расскажи, пожалуйста, во-первых, что такое подкасты, расскажем телезрителям. Почему именно эта форма общения с подписчиками, наверное, была выбрана? Ну, странное слово подкаст, мы все-таки принимаем такую терминологию, которую нам декларивают вот это информационное сообщество. Подкаст, по сути, это радиопередача. То есть, это аудиозапись какого-то общения. Либо это человек в формате монолога высказывает, подает какую-то информацию, какой-то материал, какое-то восприятие. Либо это люди общаются, как мы сейчас. Если взять аудиозапись нашей беседы, разместить ее на специальном сервисе в интернете, это будет как раз подкаст. По сути, это аудиозапись, которую можно прослушивать в любое время, не смотря в экран смартфона, через наушники или так вживую. Оказалось, что это достаточно удобный формат получения информации. То есть, многие любят радио, включают для фона, там и слушают какую-то информацию. А здесь получается, ты радиопередачи себе подбираешь, создаешь плейлист и слушаешь, что тебе хорошие люди рассказывают. На удивление, большое количество сервисов в интернете, там и на Яндекс.Музыке есть. Все это там проходит, регистрация согласовывается. И мы разместили серию таких небольших аудиолекций, аудиобесед со специалистами по проблематике поисковой работы. Причем мы постарались вот этот рассказ, его нести в такой популярной форме, простым человеческим языком, без какого-то там лишнего наукообразия, специфической терминологии. Да, таким человеческим свободным языком и как бы доступно для восприятия где-то даже с юмором получилось. И на удивление, там количество, хотел сказать, просмотров, прослушиваний вот этого материала, оно в некоторых случаях превысило там наши какие-то достаточно популярные видео лекции. Вот, популярный формат, и люди слушают там, и у нас там на данный момент, ну просто там тысячи трансляций уже там по всей стране, это другие поисковики поддержали, другие оригинальные отделения там репостнули. А где можно послушать ваши подкасты? Ну, самое первое основное, что они у нас размещены на нашем сайте, сайт поискового движения России в Московской области, там отдельный раздел. Ну, и далее во всех социальных сетях, в любой социальной сети поискового движения России в Московской области представлено. Находите нашу группу, подписывайтесь, жмете колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и, соответственно, там смотрите ряд публикаций, он присутствует, и там вот эти аудиоподкасты, там в недавнем прошлом они состоялись. Спасибо большое, Антон, что пришел к нам сегодня в студию, я уверена, что подкаст это не единственная новинка, которая будет ждать ваших, ну так скажем, поклонников, чего уж тут в Одинцовском округе и за его пределами, поэтому ждем с нетерпением. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами, до новых встреч на ОТВ. Спасибо. 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 Спасибо.